Закон сохранения массы вещества По данному вопросу ученые высказывали различные предположения. Знаменитый английский химик Роберт Бойль, прокаливая в открытой реторте различные металлы, взвешивая их до и после нагревания, обнаружил, что металлы становятся тяжелее после реакции. На основании этого опыта ученый сделал неверные выводы. Он не учитывал роль воздуха и утверждал, что существует какая-то огненная материя, которая в случае нагревания соединяется с металлом, увеличивая его массу. Вот что записал ученый после одного из своих опытов в 1673 году. После двух часов нагревания был открыт запаянный кончик реторты, причем в нее ворвался шумом наружный воздух. По нашему наблюдению, при этой операции была в прибыли в весе на 8 граммов. Михаил Васильевич Ломоносов проводил следующий опыт. Он поместил металлический порошок в реторту, запаял ее, взвесил и прокалил. Ученый обратил внимание на изменение цвета порошка. Взвешивая реторту до и после прокаливания, он убедился, что масса ее осталась неизменной, но количество воздуха в реторте уменьшилось. Это обнаружилось при вскрытии сосуда. Воздух с шипением всасывался внутрь. В результате прокаливания к металлу присоединился кислород воздуха, находившийся в запаянной реторте. 5 июля 1748 года Михаил Васильевич Ломоносов написал в письме Леонарду Эйлеру. Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у одного тела отнимется, столько же присовокупится к другому. Так, ежели где убудет материи, то умножится в другом месте. Сколько часов положит кто на бдение, столько же сну отнимет. Позднее Антуан Лоран Лавуазье повторил опыт Ломоносова и сформулировал закон сохранения массы вещества. Произошло это спустя 41 год после опытов Михаила Васильевича Ломоносова. Антуан Лоран Лавуазье практически повторил формулировку закона в своем учебнике. Современная формулировка закона сохранения массы веществ звучит следующим образом. Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе веществ, получившихся в результате реакции. Сделать правильный вывод на основании проведенных опытов Михаилу Васильевичу Ломоносову помогло атомно-молекулярное учение. С точки зрения атомно-молекулярного учения закон сохранения массы объясняется так. В результате химических реакций атомы не исчезают бесследно и не возникают из ничего, а происходит их перегруппировка. Так, число атомов до и после реакции остается неизменным, поэтому и общая масса веществ также в результате реакции не меняется. Посмотрим с вами закон, демонстрирующий закон сохранения массы вещества. Поставим опыт, доказывающий закон сохранения массы веществ в химических реакциях. Внутри колбы при закрытой пробке будет гореть свеча. Уравновесим весы. Подожжем свечу и опустим ее в колбу. Замыкаем объем, закрыв пробку. Горение свечи – это химический процесс. Из расходового в кислород свеча гаснет. Химическая реакция закончилась, но равновесие весов не нарушилось. Масса продуктов реакции осталась такой же, какой была масса исходных веществ. Вы посмотрели видеоопыт, который наглядным образом продемонстрировал закон сохранения массы веществ в результате химических реакций. Какое же значение имеет закон сохранения массы веществ? Во-первых, открытие данного закона способствовало дальнейшему развитию химии как науки. Закон сохранения массы веществ позволяет производить важные расчеты и составлять уравнение химических реакций. Рассмотрим с вами лабораторный опыт номер 2. Соотношение масс реагирующих веществ. Цель данной работы – опытным путем установить соотношение масс реагирующих веществ. Для проведения данного опыта нам необходимо приготовить 8 пробирок с 5 мл раствора гидроксида калия – калий OH. В каждую пробирку мы добавляем 0,5 мл, в следующую пробирку 1 мл, в следующую пробирку 1 мл, в следующую пробирку 1,5 мл и в последующие по возрастающей на 0,5 мл растворы сульфата меди-двухвалентного Купрум-СО4. Когда вещества полностью прореагируют, необходимо измерить высоту осадка. Высота осадка от 2,5 см и выше показывает соотношение 1 к 2. Рассмотрим уравнение данной реакции. Сульфат меди-Купрум-СО4 реагирует с гидроксидом калия – калий OH. В результате реакции образуются гидроксид меди-двухвалентный Купрум-ОН дважды и сульфат калия – калий-2СО4. Данная реакция относится к реакциям обмена. Если мы посмотрим на уравнение реакции, то увидим, что масса реагирующих веществ находится в соотношении 1 к 2. Закон сохранения массы веществ позволяет выполнять расчеты при решении задач. Рассмотрим с вами задачу. Вычислите, сколько потребуется исходных веществ, чтобы получить 36 г воды, если известно, что водород и кислород вступают в реакцию в массовом соотношении 1 к 8. Согласно закону сохранения масс, на 9 г воды приходится 1 г водорода. Чтобы получить 36 г воды, необходимо х г водорода. Путем решения пропорции получаем, что на получение 36 г воды необходимо израсходовать 4 г водорода. Чтобы получить 9 г воды, расходуется 8 г кислорода. Соответственно, для получения 36 г воды – х г кислорода. Путем решения пропорции 8 г умножаем на 36 г и делим на 9. Мы получаем, что для получения 36 г воды необходимо 32 г кислорода. Следующую задачу решите самостоятельно. Магний соединяется с серой в соотношении 3 к 4. Сколько потребуется исходных веществ для получения 70 г сульфида магния? Магний С. При решении данной задачи обратите внимание на то, что вам необходимо использовать закон сохранения массы веществ. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Домашнее задание. Дома прочитайте параграф 7 и выполните упражнение 6 на странице 27. Субтитры создавал DimaTorzok